Ну а между тем на маршрут уходит синий танк армянского экипажа. Вот кто удивил в предыдущих двух заездах, это когда их товарищи... Да, это колоссальный успех для тех, кто не был... ...колько дней он собирался бежать, чтобы передать немецкому командованию план нашего наступления на Кишинев. За поимку опасного шпиона, командующий 5-й ударной армией Николай Берзарин не только наградил майора СМЕРШ Иванова, но и практически расцеловал. За войну Иванов поймал и разоблачил 30 агентов Абвера. С командаром Берзарином дошел до Берлина, а 16 июня 45-го года проводил его последний путь. Жизнь генерал-полковника оборвалась трагически. Он разбился на мотоцикле на этом самом перекрестке, где не так давно берлинцы установили небольшой памятный камень. В столице Германии Берзарина помнят, есть даже площадь его имени. Николай Берзарин – почетный гражданин Берлина. В 92-м его лишили высокого статуса, но спустя 10 лет восстановили в этом звании, решив, что для простых немцев он действительно сделал слишком много. В 45-м Берзарин – первый комендант Берлина. Два миллиона берлинцев, которые здесь жили, которые из подвала опять вытащили, и никто не знал, что сейчас будет. Одним из первых приказов комендант распорядился кормить жителей Берлина, детям выдавать молоко. Правда, питание получали только те, кто выходил на работу, которая заключалась в восстановлении города. Уже в середине мая запустили метро, возобновило трансляцию радио. Берзарин как мог защищал гражданских от грабежей и насилия, строго спрашивая даже заслуженных фронтовиков. Война закончилась. Немцы не переставали удивляться. Этот странный русский с таким же упоением заново отстраивал город, с каким разрушал его месяц назад. Много внимания уделено Николаю Берзарину и в германо-российском музее в Карлхорсте. В этом здании закончилась Великая Отечественная война. Вот это здание – бывшее казино Казарм Вермахта. И 8 мая 1945 года здесь произошла капитуляция Вермахта. В конце войны в центре ФБ линии все было разрушено. И там нашли вот это здание. Там есть довольно большой зал. 8 мая в 22.43 по центральноевропейскому времени фельдмаршалом Кейтелем был подписан акт о безоговорочной капитуляции фашистской Германии. Ее приняли представители военного командования СССР, США, Великобритании и Франции. Подписание капитуляции проходило в торжественной обстановке. Однако это здание тщательно охранялось. В городе еще стреляли и оберегали все делегации, особенно германскую. Победители всерьез опасались, что с Кейтелем и его генералами могут разделаться фанатики – свои или чужие. И тогда война затянется в буквальном смысле на день или на два, но они будут стоить сотен и даже тысяч человеческих жизней. Они быстро переглянулись. В чем дело? Оказывается, ковер, который находился в зале, был взят из кабинета Гейтлера. Они же бывали у Гейтлера, сразу знали. Невероятно, но фотография с Леонидом Ивановым сегодня экспонируется в этом музее. Вот она. А вот и майор Смеш Иванов, по привычке руки в галифе. Памятный буклет ветерану, прямо из Карл Хорста. Я помню, что-то с ним был где-то в середине мая 1945 года. Спиной майора Зыбин, слева стоит полковник Карпенко, а напрямую – это я. С майором Зыбином, кстати, вышла неприятная история. Именно он обнаружил в бункере Гитлера тело главного пропагандиста Рейха – Геббельса. Доложил об этом Иванову. Тот возглавлял одну из групп по розыску Гитлера и других высокопоставленных нацистов. Попросил машину. А в эпизоде, конечно, стало известно вышестоящему руководству. Своё полковник получил, а вот майор Зыбин – нет, так и остался без награды. Мы подходим к бункеру Гитлера. Вот это место. Здесь, где мы стоим, был выход из фюрер-бункера. Площадь бункера, где до последнего прятались Гитлера и его приспешники, составляла 250 квадратных метров. Он насчитывал 30 комнат, которые от бункер прикрывали в 7 метров бетонной земли. Строительство бункера началось в 43-м. К 45-му он был почти полностью достроен. В марте, когда на Берлин усилились налёты авиации, Гитлер окончательно спустился в своё убежище, и до 30-го апреля он уже из этого бункера не выходил. После войны бункер подорвали. За год до падения Берлинской стены откопали обоскаляющий раз и снова взорвали. В наши дни о фюрер-бункере напоминает только памятная табличка. Его руины глубоко внизу. Сверху жилой квартал, автостоянка и даже детская площадка. Судя по плану бункера, комната, где застрелились, Гитлер и его супруга находились где-то здесь, под этими машинами. Их тела немецкие солдаты вынесли на улицу, через главный вход. Он находился здесь. И согласно последней воле фюрера, сожгли его тело в одной из воронок во дворе имперской канцелярии, примерно в этом месте, где позже останки нациста номер один и нашли сотрудники СМЕРШ. После тщательной идентификации трупы захоронили в Магдебурге, а в 70-м году эксгумировали и уничтожили без следа. Принадлежавшие Гитлеру вещи, такие, например, как этот парадный мундир, хранятся в Российском музее вооруженных сил и архивных хранилищах ФСБ. Многие из них туда передал Леонид Иванов. Ну что мне стоило взять значок фальшивский, золотой? Или китель? Я же хозяин был. Никто не... Даже мысли не было. Но единственное, три коробки витамина, которые пили в Лизе. Ребята это берем. И пили всем оделением, все от месяца два-три. Л. Иванов из Тамбова. Так расписался майор СМЕРШ на стенах Рейхстага. В Берлине Иванов сделал еще одну памятную роспись в свидетельстве о браке. Супругу, Полину Ивановну, он подстречал на военных дорогах осенью 44-го, когда ехали к Варшаве. Тогда его мучила малярия. Он стоял на железнодорожной платформе, небритый, с поднятым воротником шинели, бессиленный и злой. Неожиданно подбежали две девчушки, младшие лейтенанты. Дяденька, а дяденька, дайте нам досочек, нам надо разделать. Досок нету. Я говорю, товарищ младший лейтенант, как вы обращаетесь к старшему позванию? Вы что, устал забыли? Она ладенок вытряхнула, а потом язык мне показала. Подумай, что же майор. И убежала. Сердце офицера покорилось без боя. С тех пор он с Полиной не расставался. Расписались в Берлине в 46-м, скромно, вдвоем. Денег особо не было. Иванов никогда не верил, что выживет в круговерте войны. Денежные аттестаты отсылало родителям в начале каждого года. Если убьют, они бы получали его удовольствие до декабря месяца. Так что все торжество, рюмка водки да бокал шампанского. Вместе Иванова прожили 64 года. Полина Ивановна скончалась в 2007 году. Грустить не дают домочадцы. За домашним столом вся семья. Два сына, внучки, зять и невестки. Шутка ли? Отцу и деду 95. Дети пошли по его стопам. Тоже хранят интересы страны. Хоть и на разных плюсах. Я так думаю, что ты... Не, не. Прошедший сын, кстати, полковник. Он людей стоит 2-3 минуты сокровенно, что человек... 95. Столько же военной контрразведки. Еще один юбилей. 70-летний. В 2013-м отметила и Главное управление контрразведки СМЕРШ. Я не знаю. Рабуться мне 95 лет не каждого дно. А второе ли дело? 95 лет не 17 лет, а в горшанце даже. Леонид Георгиевич Иванов прошел сложный послевоенный путь. Служил в ГДР, Прибалтике, Венгрии. Взглавлял особые отделы киевского и московского военных округов. В 54-м участвовал в ядерных учениях на Тотском полигоне под руководством маршала Советского Союза Георгия Жукова. Взрыв прогремел в 9 часов 33 минуты 14 сентября 1954 года. Многие не выдержали ударной волны, попадали на землю. Даже Иванов опустился на дно колена. Жуков не шевельнулся. Стоял прямо. Вскоре весь командный состав был в эпицентре взрыва. Пробовали там 20 минут. Кстати, позже, являясь начальником отдела по обеспечению госбезопасности генерального штаба, Иванов рассматривал дела, заведенные во время войны аппаратом Абакуа на известных военачальников, среди которых оказались Буденный, Василевский, Рокоссовский и Жуков. Все они были признаны необоснованными. Их материалы уничтожены. Заминка вышла только с двухтомным делом маршала Жукова под характерным названием «Гордец». Председатель КГБ Иван Серов не подписал добро на его уничтожение. И тогда Иванов, взяв ответственность на себя в присутствии свидетелей, сделал это сам. Я из дела и изъял все документы, имеющие историческое значение. Там было много фотографий, документов. И в частности, в одном конверте был документ, подписан личным Сталином, о том, что Жукову поручается принять капитуляцию немецко-фашистских войск. В 1963-м в Будапеште Леонид Иванов принимал участие в задержании Грэвела Вина, связника печально известного шпиона Пеньковского. В 70-е годы возглавляя столичный особый отдел, лично завербовал крупного западного военного, генерала, который в течение долгого времени передавал нам ценнейшую информацию. За выполнение столь сложного задания Иванов получил от председателя ГГБ Андропова благодарность. На Лубянке Леонид Георгиевич легенда. С юбилеем его поздравил лично директор ФСБ Александр Бортников, вручив золотые часы. Но отмечали столь значимое событие, конечно же, здесь, в родных для ветерана стенах. Десять именных благодарностей от Верховного Главнокомандующего, девять боевых орденов, красной звезды, красного знамени, отечественной войны, около полусотни медалей, звание почетного сотрудника госбезопасности. Казалось бы, нет уже места на груди, но коллеги находят. Есть такая у нас уникальная награда, которая называется «За службу военной контрразведки». Руководитель департамента военной контрразведки ФСБ России Александр Безверхний вручает не только награду, но и отдает приказ отметить столетний юбилей. Вы не просто молодец, вы, Леонид Георгиевич, вы наш, Леонид Георгиевич. Я вас, естественно, поздравляю. Сегодняшний руководитель военной контрразведки знает Леонид Георгиевича уже много лет. Начинал работать в его подчинении и уже тогда проникся к нему в глубокем уважении. Мы действительно счастливы, что нам удалось именно вот пообщаться, переговорить, посоветоваться, почувствовать вот этих людей, какими является Леонид Георгиевич Иванов. Действительно, один из последних. Уходит целая эпоха, уходит поколение, которому мы безмерно благодарны, перед которым мы склоняем свои головы. Лучшим подарком для Леонида Георгиевича стала эта картина, написанная к юбилею народным художником Александром Шиловым. Но украсть-то не квартиру ветерана, а станет неотъемлемой частью экспозиции «Они сражались за родину», где в одном портретном строю собраны пехотинцы, моряки, летчики, разведчики и контрразведчики. Генералы и рядовые, ныне живущие и ушедшие в историю. Страна должна знать своих героев эти портреты, напоминания о подвигах, совершенных во имя будущих поколений. Субтитры создавал DimaTorzok Через века моей любви Иди ко мне, меня к себе позови И тебе назад дороги нет, ни рай, ни власть Не разлучи нас никому, друг другом нам не забыть Ты иди ко мне, ты иди ко мне, через года, через века Моей любви Иди ко мне, меня к себе позови Иди ко мне, меня к себе позови Иди ко мне, меня к себе позови Дура заявила, что серьезных нарушений не заметит То разница... Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»